Продолжение следует... 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 То есть они сжигают, подгоняют танки, с танков начинают лупить по лебедке, по административным зданиям, по цехам, разрушают шахту, расстреливают пятеро военнопленных, ставят вот это вот, они погибли за путинскую ложь и прячут связанных скотчем четверых штатских, расстреливают в затылок и прикапывают. После этого отступают, то есть это обычная фашистская вот такая вот ситуация. Расстреляны были как военнопленные, так и люди в штатском, которые по какой-то там причине, возможно там держались в виде заложников для получения выкупа или еще каким-то там один опознан местными жителями там и так далее. Просто разложение дошло в большую такую стадию, плюс город этот, ну поселок этот был в зоне активные боевые действия, там очень разрушены дома, много взорван мост, то есть не все местные жители находятся сейчас там, и поэтому опознавание оставшихся трех затруднено. Но один опознан, это вот обычные местные жители, которые там жили. То есть это вот так действуют батальоны на территории. В связи с этим еще вопрос, скажите, не ходят слухи о том, что у нас два действия, вот в тех поселках, которые были захвачены, действительно расстреливали и вешали даже людей. Ну вот вам прямое доказательство, зачем вам очевидцы? Вот прямое доказательство. Вот убитые расстрелянные люди в затылок со связанными руками двое, даже ноги были связаны скотчем. То есть этих людей подняли связанными, довели до ямы, расстреляли и присыпали. Вот прямое доказательство того, что это происходит. Чаще всего банальщина, то есть убитые люди не потому, что они политические, а потому, что мешают грабить, потому что очень часто загоняется в какой-то полупустой город, который является прифронтовой зоне, загоняется чуть ли не фура и выметается все, просто вскрываются дома и грузится все, что в них есть. И тот, кто мешает, он может быть пристрелен, скажем так. То есть это вот большая часть этих преступлений спровоцирована таким меркантильным характером. То есть людей похищают для выкупа или просто пустующие дома, подгоняются машины, производится обыск, кричатся деньги, забираются вплоть до мебели. Грузятся эти машины и выезжают. Скажите, уничтожение предприятий и инфраструктуры, это повсеместно или били? Повсеместно это целенаправлено, это военное преступление, работа по площадям, это направлено на выдавливание мирного населения с территории проживания. У нас более 300 разгромленных подстанций, электрических. Как вы понимаете, подстанция, объект очень маленький, попасть по нем не специально, очень тяжело. То есть это на каждый объект был потрачен, это датчик GPS, который позволял вести прицельный огонь по подстанциям. То же самое касается водоводов. То есть изначально выводились из строя электричество и водоводы для того, чтобы создать невыносимые условия проживания для жизни. Плюс так называемый, скажите мне, огонь по площадям. Это военное преступление, которое часто используют американцы. Видимо в штабе сидят американцы, потому что работа тяжелой артиллерии издалека, это как бы фишка, она славянам не свойственна. Обычно у нас более контактные какие-то сражения. Здесь же взято на вооружение обстрел жилых районов за 20-25 до 40 километров от места падения снаряда. Донецк испытал на себе тоже работу по площадям. То есть это не прицельная стрельба по какому-то району. Это вызывает панические настроения у жителей, потому что жители не понимают, где упадет следующий снаряд. Ну то есть грубо говоря, если бы стреляли по какому-то объекту, то местные жители бы понимали, что они живя от него 5 километров, находятся в относительной безопасности. Когда стреляют куда попало, там в центр города, например, где я живу, там попадали в лодочную станцию, там в стовок, абсолютно в такие места, которые не являются, ценностей нет. То есть это не была работа по какой-то цели, это просто там выстрел, перевод там на градус, выстрел, перевод на градус и так далее. Вот это называется работа по площадям для создания панических настроений у мирного населения, для выдавливания его с территории, нелояльного мирного населения, подчеркиваю, с точки зрения Украины. А как будет, скоро будет зима, и как Донецка готовит к отоплению? Будет ли какие-то места, где люди останутся тепла? Ну, стараемся мы восстанавливать по максимуму, это в принципе одна из причин, по которой мы вступили в переговоры с украинской стороной о режиме прекращения огня. Одна из самых задач масштабных, это все-таки исключить тяжелое вооружение, как минимум, исключить тяжелое вооружение и прекратить обстрел. То есть у нас получается так, что мы восстанавливаем, например, какую-то насосную станцию и подстанцию возле нее, но она живет ровно неделю, через неделю ее опять бомбят. И получается, что мы не можем в таких условиях готовиться к зиме, не можем в таких условиях наладить гуманитарную ситуацию. Поэтому на сегодня, когда снизилось количество обстрелов тяжелыми вооружениями, на самом деле подготовка идет очень интенсивно. То есть восстанавливается десятки километров в электрических сетях, газопроводы восстанавливаются, водопроводы восстанавливаются. То есть ситуация гуманитарная в этом отношении улучшена. Андрей Евгеньевич, возвращаясь к вопросу о военном плене. Скажите, пожалуйста, если украинская сторона не сможет выполнить свои обязательства по предоставлению списков, по предоставлению документов и так далее, что будет с тем количеством военном плене, которые сейчас находятся в действии для них? Ну, на самом деле, вы же понимаете, что сейчас обмен от один к одному, он из-за того, что нет доверия. Очень тяжелое доверие, нас постоянно хотят нажухать, обмануть, что-то там придумать и так далее. И каждый раз это что-то новое. Но, тем не менее, мы сорвали как бы с мертвой точки. Мы надеемся, что иностранные наблюдатели, подписание документов, ОБСЕ, Российская Федерация все-таки настоят и помогут нам вернуть в режиме всех на всех. Вот как бы так. Есть уже позывы к тому, что некоторых людей, которые есть в списках, там апелляционный суд не отпустил и все остальное. Но, тем не менее, я оцениваю вообще весь этот процесс положительно, потому что я более трех месяцев бьюсь за начало хоть каких-либо обменов, чтобы не дикие были обмены, а вот такие, трех, ну, всех на всех. И мы вышли, ну, на какую-то динамику. На самом деле, не так мало людей освобождены. Многие люди, серьезно пострадавшие, фактически им спасены жизни, то есть, там, и инсультные, и тяжелораненные, и так далее. И люди, которые там по две недели голодали, и такие там, до 15 человек было из 35, 15 человек, две недели сидели в Харькове, ждали отправки, их просто тупо не кормили. И в этих же 35-ти просто погрузили Одинцова, гражданина Российской Федерации, на пол тяжелораненого. Он умер по дороге, они вернулись, выгрузили его, взяли следующего тяжелораненого и поехали к нам меняться. Для того, чтобы эти факты не выходили наружу, у нас официальные обмены проводятся без Красного Креста. Мы не можем уговорить Красный Крест присутствовать на обменах и фиксировать вот все эти ужасы и то состояние людей, в которых нам их передают. То есть Красный Крест отказывается, а АБСЕ не имеет права давать медицинские заключения о состоянии. Поэтому эту ситуацию только мы можем озвучивать вот так, как я озвучиваю. Ну или ехать и показывать этих людей. То есть официально бумаг от Красного Креста мы не можем добиться, чтобы они присутствовали при обмене и фиксировали состояние людей. То есть нам привозили людей после инсульта лежачих, то есть в СИЗО получивших и так далее. Но Красный Крест присоединяет это своим уставам? Нет, Красный Крест дает нам письма с завышенными требованиями, которые мы не можем выполнить как условия шагов к нам навстречу. То есть, грубо говоря, в условиях гражданской войны мы не можем обеспечить в СИЗО европейский уровень сервиса и все остальное. А недавно Луганск подписал соглашение по поставке газа с российскими компаниями. У меня нет такой информации. Я думаю, что это ошибочно. Луганск вряд ли что-то пока подписал. Идут переговоры. Идут переговоры, конечно, с Российской Федерацией по газовому вопросу. Как это будет выглядеть на Толе, я не могу вам сказать. Адрик Меньшин, нашелся ли процесс восстановления? Частично, хоть чуть-чуть экономики? Ну, железку ремонтируем, ищем пути запуска завода в теплоэлектростанции, запуска шахт, выдача угля. А то, что вопрос в том, что у нас уничтожена финансовая система Украины, плюс уничтожены все реестровые вещи. То есть у нас все реестры, мы отрезаны Украиной от реестров, отрезаны Украиной от санитарных, технических и прочих. Ну, на самом деле, они создают максимальное условие для невозможности работать. Вот. Такой вот переходный период тяжелый. Ну, думаю, постепенно мы как бы выйдем из этой ситуации. Адрик Меньшин, что вы из пяти летели? Они начали выдаваться наличными в субботу, в воскресенье, в пятницу выдавались. С сегодняшнего дня там в Макеевке, например, насколько я знаю, там на почтах уже идет массовая выдача. То есть, возможно, они не полные, там под списки, под оплату и так далее. Но, тем не менее, это уже носит характер системный. В это же время при выдаче пенсии, то есть мы фиксируем людей, которые пришли за пенсию, то есть создается, нас Украина отрезала от пенсионных, от списков пенсионных, от реестра. То есть, фактически сейчас вручную создается реестр для того, чтобы в следующем месяце тоже выплачивать пенсию. Но на сегодня это носит вполне регулярный характер, возможно, не на всей территории, но тем не менее.